Атековидные меры, союз верности и оградный вопрос. На территории Бобруйского района прошло выездное совещание Могилевского обл. исполкома. Какие итоги визита? Это большие итоги, самые яркие информационные акценты недели от тех, кто видел все своими глазами. Я Максим Кембель. Мы начинаем. Поправки в Конституцию, новые авианаправления и счет прихода. Белорусы собирают деньги на восстановление костела в Буцлаве, сколько уже перечислено средств. Масочный режим никто не отменял. Пришедшие к нам в магазин, если они заходят без маски, мы стараемся сделать им замечание. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии проводят проверки, кто на контроле. И в горе, и в радости Бобруйск отпраздновал Международный день семьи. Так прирос, можно сказать, и душой, и сердцем, что я даже не представляю, как мог бы я жить один. Как это было? Дорожная компания. В городе продолжается реконструкция главных магистралей. Чистый город, хорошие дороги. Что уже сделано? Они знают цену золота. Свой профессиональный праздник отметили работники физической культуры. Счастья, здоровья, удачи, благополучия родным. Как вырастить чемпиона? Трагедия в Казани, огоньки в Чехии и отпуск в Греции. Страна снова готова принимать туристов. Какие условия отдыха? На контроле губернатора в Бобруйске прошло выездное заседание Могилевского обл. исполкома. В основе работа аграрного комплекса, в частности развития животноводческой отрасли, как обставить дела с посевной и где нужно провести работу над ошибками. Подробности прямо сейчас. Выездное заседание Леонид Заяц начинает с приятного. Губернатор констатирует. В 2020-м аграрии региона в целом сработали на оценку хорошо. Плюсы по всем экономическим показателям. Хоть чего греха таить, год был тяжелым. Но это дела минувших дней. Так уже подытоживает глава области первую часть разговора. Теперь о делах насущных. Задача у специалистов одна – наращивание показателей. В частности, большое внимание во время встречи уделяют животноводству. За первые месяцы 2021-го рост молока и мяса в среднем составил 10-15%. Но и проблем хватает. После двухчасового разговора прямиком на молочно-товарный комплекс «СПК-Гигант». Кооператив выбран в качестве обучающей площадки. Человек ведь учится всю жизнь. Вот и специалистам, руководителям сельхозорганизации райсполкомов, инженерам, зоотехникам объясняют, каким образом можно увеличить производительность. Например, в «Гиганте» соответствующие названию показатели. 1180 килограммов молока надоели фермеры «СПК» за 4 месяца 2021-го. У нас сегодня есть процент роста в месяц апреля. У нас получено 69% в уровне прошлого года. Значит, увеличиваем сохранность. Значит, достигаем до 93%, хотя это еще не технологично, еще остается дотянуть до 2%. Поэтому, я же говорю, желание коллектива определяет наши возможности и определяет те цифры и задачи, соответственно, мы поставили и достигаем их ежемесячно, по декадам, по дням. Так вот и видим за счет этого будущее. Если в целом говорить о животноводческой отрасли Бобруйского района, то областным коллегам есть чему поучиться у наших аграриев. В 2020-м рост валового производства молока – 118%. Реализация товаров – 120%, выращивание крупнорогатого скота – 108% пунктов. Между тем, задачи на ближайший год тоже грандиозные. Как минимум, мы должны получить на 2021 год 5 тонн коров урожного удоя. Значит, среднесуточные привесы технологические 700 грамм. Мы имеем сегодня близко к 600 уже. Поэтому для этого надо базу кормовую. Это следующая тема, которую мы будем обсуждать и учиться. То есть создать хорошую кормовую базу. В Бобруйском районе здесь еще есть на чем работать. На выездном завещании не обходит стороной тему готовности техники к полевым работам. И здесь нужно дать должное Бобруйск-Агромашу. Косилочные и сенажные комплексы, сейлки, разбрасыватели удобрений, прицепы. Без машин известного холдинга Аграрии не представляют свою работу. Те же самые прицепы специальные 45 кубов, 30 кубов, 60 кубов только мы выпускаем. И они сегодня, в принципе, обеспечивают функционирование вот этих линий. Такое пристальное внимание руководства области и сельскому хозяйству легко объясняется. Сфера весьма прибыльная. Одна из важнейших отраслей экономики. Главное – правильно пользоваться возможностями и любить свое дело. Тогда и успех будет. Максим Кеммель, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Военный призыв, восстановление костела и летние каникулы. Детские оздоровительные лагеря почти готовы к новому сезону. Сколько маленьких белорусов отправятся на отдых? Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре. В стране предлагают ограничить законодательную функцию президента. Из Конституции, возможно, исключают положение, согласно которым глава государства может принимать на себя некоторое полномочия парламента или правительства и выпускать декреты, которые имеют законодательную силу. По мнению председателя Конституционного суда Беларуси Петра Миклашевича, в новом основном законе страны эти изменения с высокой вероятностью будут учтены и реализованы. В Беларуси началась отправка призывников на срочную военную службу. В первый же день около тысячи человек. Всего на окомплектование вооруженных сил, других войск и воинских формирований планируется направить 10 тысяч новобранцев. В резерв – около 200. Из новшеств студенты вузов сельскохозяйственного профиля по желанию могут быть призваны на службу в резерве во время каникул. Детские оздоровительные лагеря почти готовы к новому сезону. Их планируют открыть с первой декады июня. Родительских дней в этом году, как и в прошлом, не будет. Всего в Беларуси этим летом отдохнут свыше 342 тысяч детей. Из них 198 тысяч отправят в дневные учреждения, остальных – в круглосуточные. Ребят примут 5,5 тысяч здравниц. Сейчас завершается их подготовка. Самолеты Белави начали летать в Самару. Город стал девятым регулярным направлением в Россию. Полеты будут выполняться по средам. Время в пути чуть больше двух часов. После тяжелого 2020-го авиация выходит из пячки. В прошлом году белорусский авиаперевозчик запустил рейсы в Вену и Ташкент. В феврале – в Дубай. Белорусы собирают деньги на восстановление костела в Буцлаве. Только за первые сутки на счет прихода перечислили свыше 40 тысяч рублей. Сейчас сумма превышает 200 тысяч. Этот храм – историческая и культурная ценность. А Буцлавский фестиваль включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Пожертвовать деньги может каждый. По факту пожара, который произошел во вторник утром, возбуждено уголовное дело. Важнее всего погода в доме. Беларусь отпраздновала самый трогательный и теплый праздник в году. В нашей стране живут свыше 2,5 миллионов семей. Из них более 43% с детьми до 18. Весомую поддержку молодым и многодетным оказывает государство. Международный день семьи в Бавруйске отметили с размахом. Город посетили почетные гости. Карина Гуревич тоже подумает о замужестве. Семья – самое дорогое, что есть в жизни человека. Она – опора и поддержка. Храм теплоты. Такого же мнения придерживается и супружеская пара Шатуха. Участники парада колясок две ночи собирали танк. Идея появилась у мамы, а папа, как настоящий глава семьи, воплотил задуманное в реальность. Костюмы на военную тематику как раз висели под рукой. Интернет, высмотрели, где-то что-то нашли, коробки взяли. Нашли главного механика, танк, который будет им сегодня управлять. Парад колясок в 2021-м собрал десятки участников. Фантазия родителей не ограничена. Здесь и кареты скорой помощи, и пожарные машины, и даже сельхозтехника. С молодежного парка тематическая колонна проследовала до площадки перед Дворцом искусств. У нас недавно был праздник, 9 мая. Дочка видела парад и очень захотела поучаствовать в такой же форме, в форме победы. Фестиваль семейного отдыха проводится в городе не в первый раз. Но именно в этом году он становится частью регионального форума «Белорусская семья. Вчера, сегодня, завтра». Бавруйск создает для гостей и жителей города уникальную возможность коснуться важной темы со всех сторон. На улице перед Дворцом искусств масштабная развлекательная площадка. Внутри – тематические дискуссии. Сегодня очень много интересных площадок проходит здесь. И очень хочется, чтобы сюда приходили люди со своими семьями и со своими детьми. Потому что вот они, замечательные примеры. Живого уголка, искусство, которое есть, краеведческого музея, вот каких-то спортивных мероприятий, спортивных секций. Ну, а парад колясок – это будущее. Среди спикеров – замминистра труда и социальной защиты. Валерий Кобальков обсуждает со слушателями тему заботы о пожилых родителях, важность семейных ценностей и их положительное влияние на развитие государства. Подтвердение слов, статистика – с ней не поспоришь. «Я полагаю, что это первый наш такой форум. Семья вчера, сегодня, завтра. Но мы планируем, что он будет проходить ежегодно, в преддверии именно Дня семьи. И будем выбирать регионы, и надеемся, что мы сможем объехать всю республику Беларусь». За соседней дверью не менее интересный диалог – формирование культуры и навыков ответственного родителя. Специальный гость – Таня Радачай. Представитель ЮНИСЕФ со своей темой сразу находит отклик в сердцах слушателей. «В Бабруське я впервые, однако уже вижу, что здесь очень прекрасные люди, приятный и красивый город. И в целом в Беларуси я испытываю очень теплое отношение к себе. Надеюсь, будучи в своей должности, смогу оказывать больше поддержки и помощи белорусским детям». Важные темы затрагивают и в других частях города. Епископ Бабруський и Быховский Серафим посещает Центр поддержки семьи, материнства и детства покрова. В разговоре затрагивают влияние веры на духовно-нравственное воспитание и на становление личности, а также сохранение традиционных ценностей. Среди гостей – 16 семейных пар. Ежегодно этот центр проводит вот такое важное мероприятие, форум «Счастье в детях». Такое прекрасное, на мой взгляд, название – «Счастье в детях». Потому что без детей счастья полного, наверное, можно сказать, трудно в жизни достичь. Вишенкой на торте становится праздничный концерт. На сцену помимо выдающихся бобруйских коллективов выходят и приезжие спикеры. Каждый от всего сердца поздравляет гостей с праздником. Но главные триумфаторы – юбиляры. В этот день самый большой кусок праздничного торта получают шесть пар. Они отмечают 50 лет совместной жизни. История семьи Аркадьевых началась еще задолго до похода под венец. Маленькие Галя и Женя познакомились на школьной линейке. Встречаться стали в Ульяновске. Тогда Евгений поступил в военное училище, а Галина – в пединститут. Прошедшие годы пара вспоминает с улыбкой. В школе такого понимания, что мы нравимся друг другу, быть не было. А там как-то они, два одноклассника, вместе поступили в училище. Вот, я училась в институте. Пришли они, я с подружками, он с товарищем. Ну вот, закрутилась, завертелась. 20 февраля 1971-го Аркадьевы узаконили отношения. Позже уехали на Дальний Восток. На тот момент у них подрастал сын, а в последующем родилась дочь. Сейчас семейство радует внук и три внучки. А еще, вот Гриша, жизнь без домашнего питомца, признаются хозяева, была бы скучна. Я за эти годы так прирос, можно сказать, и душой, и сердцем, что я даже не представляю, как мог бы я жить один. У нас всю жизнь, в принципе, решались все вопросы мирно. Она с полуслова меня понимает. Я ее понимаю. Аркадьевы – счастливая пара. Они любят выезжать на природу, ходить за грибами. Галина вышивает картины крестиком, а ее супруг в 71 играет на гитаре и учит испанский. За их плечами шесть переездов в разные города России. Также они успели пожить в Германии. Однако в 1984-м переехали в Бобруйск. Приехали в Заслоново. Сколько? Недели две, наверное. Вызывают в Минск. Уехал. А тут уже извещение пришло. Пришел контейнер. Нужно, значит, получать, разгружать. И звонок из Минска. Не спеши разгружать, переводят в Бобруйск. Этот международный день в нашей стране отмечают более 2,5 миллионов семей. Кто-то счастлив в браке всего пару лет, а кто-то уже полвека. Но у каждого в сердце горит огонек любви. Как говорится, и в горе, и в радости. Карина Гуревич, Ольга Васенда, Максим Галеонко, Андрей Богдан, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Новый асфальт на старых улицах. Городская дорожная компания набирает обороты. В шорт-листе специалистов Минская интернациональная 50-лет ВЛКСМ. Рабочие вовсю фрезеруют и подготавливают покрытие, меняют бордюрный камень. В этом сезоне также обновится асфальт на проспекте строителей от Шины до Секурского. Все это список на ближайшие месяцы. Программа большая по ремонту улиц города Бобруска. Мы улицу Минская работаем на дне сейчас от Октябрьской улицы и до проспекта Георгиевского. Дальше у нас участок от Георгиевского до Орженикиза улицы еще Минская. Потом 50 лет ВЛКСМ. Минскую улицу видели, что отремонтировали. И как вам теперешнее покрытие? Ну, конечно, положительно, хорошо. Когда идет ремонт, восстановление, там всегда приятно. Чистый город, хорошие дороги. Это радует, что движение идет, что намного приятнее, комфортнее стало передвигаться по городу. Напомним, в прошлом году уже начался поэтапный ремонт главной магистрали города. Сейчас завершается реконструкция участка от Октябрьской до Орженикидзе. Снимать маски рано. Сотрудники санстанции продолжают мониторинги. В центре внимания торговые центры, кафе, салонной красоты и общественный транспорт. Почему кошельку ударит нарушение и соблюдает ли горожане масочный режим? Ритейл вместе с эпидемиологами проверила Ольга Васенда. Проспект Строителей, 58, торговый центр известной сети. Еще на входе покупатели встречают плакаты «Без маски не входить». Неподалеку стоит средство для обработки рук. Рядом рекомендации профилактики коронавирусной инфекции. Однако в защитных повязках не все покупатели. Пришедшие к нам в магазин, если они заходят без маски, мы стараемся сделать им замечание. Они одевают маску. Больше, конечно, ходят людей в масках. Сам персонал масочный режим соблюдает. Перед началом смены каждый сотрудник проходит так называемый утренний фильтр. Продавцов температуры к работе не допускают. Два раза в день здесь обрабатывают пол, ручки дверей и другие поверхности. Выполнение антиковидных мер мониторит санстанция. Только за неделю проверено свыше 100 объектов. Нарушителям выписывают предписания. Сама проявляю такую инициативу, потому что наша жизнь в наших руках. И вы знаете, я хочу еще сказать, что маска все-таки оберегает. Пока во всем мире из-за пандемии закрываются магазины, кафе и рестораны, белорусский малый бизнес и сфера услуги за всех сил стараются удержаться на плаву. Обязательно масочный режим Бобруйский ввели еще в ноябре 2020-го. Такая мера профилактики, уверяют эпидемиологи, помогает контролировать распространение коронавируса. В основной группе риска люди 50-60 лет. Работающее население болеет на 75% больше, чем неработающее население. Уровень заболеваемости в многоквартирной застройке, где больше контакта между людьми, выше. То есть вот меры самоизоляции, ношения масок – это защита, которая позволяет, в общем-то, человеку иметь шанс не заболеть. В фокусе внимания специалистов не только торговые центры, но и кафе, салоны красоты, школы и общественный транспорт. Дезинфекцию салона возители троллейбусов проводят перед каждым рейсом. Обрабатывают ручки и сидения специальным средством. Об обязательном ношении средств защиты пассажирам напоминают таблички на дверях. И в торговых, и на работе, где работаю, обязательно надеваю маску, потому что положено так все, и чтобы не заразиться и других не заразить. Напомним, масочный режим нужно соблюдать везде, где невозможно обеспечить социальную дистанцию. Это аптека, почта, отделение банка и связи, общественный транспорт и магазины. Если человек обслуживается без средств индивидуальной защиты, то штраф может получить как руководитель, так и юридическое лицо. Поэтому как вести себя с незащищенным клиентом в период пандемии, бизнесмены решают сами. Ольга Васинда, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Быстрее, выше, сильнее. Накануне свой профессиональный праздник отметили тренеры, учителя физической культуры и спортсмены. Традиционно в этот день чествуют лучших работников сферы. За спортивные достижения и вклад в популяризацию здорового образа жизни отмечают как молодых специалистов, так и заслуженных. В числе награжденных свыше 25 мастеров своего дела. Поздравляю всех работников отрасли, профессиональным праздником, Днем работников физической культуры и спорта. Хочу пожелать им счастья, здоровья, удачи, благополучия родным, и их родным и близким. Бобруйск всегда славился высокими спортивными достижениями. Здесь сосредоточены десятки специализированных школ. Основываются профессиональные клубы, есть и училищ Олимпийского резерва. Именно из нашего города вышли призеры самых престижных мировых турниров по гребле, борьбе, боксу, шахматам, легкой и тяжелой атлетике. Секрет успеха в детско-юношеских школах и тренерах, с которыми будущие звезды делают свои первые шаги. Детали трагедии, виток напряженности и огоньки скорби. В Чехии зажгли 30 тысяч свечей в память о померших от коронавируса. На что рассчитывает государство? Далее обзор громких мировых заголовков. Владимир Путин предлагает наградить сотрудников Казанской школы. На этом фоне в Москве обсуждают ужесточение правил владения оружием и охраны учреждений образования. 19-летнего стрелка отправляют на психиатрическое освидетельствование. В ИСК России заявили, в прошлом году ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Жертвами стрельбы в Казанской гимназии, напомним, стали 9 человек, 23 ранены. На западном берегу реки Иордан вспыхнули стычки палестинцев с израильскими силами безопасности. Баррикады, горящие покрышки, камни, летящие в сторону военных, а в ответ протестующим – слезоточивый газ. Особенно ожесточенные столкновения произошли между Иерусалимом и Рамалой, пострадавших сотни. Негодование протестующих вызвали планы правительства еврейского государства по выселению из Восточного Иерусалима палестинских семей. В Чехии в память о погибших от коронавируса зажгли 30 тысяч свечей. Именно такое количество граждан потеряла страна за время пандемии. Траурная церемония, в которой принял участие президент с семьей, прошла в Пражском граде. Милаш Земан выразил надежду, что республика сумеет справиться с COVID-19 до сентября текущего года, благодаря ускоряющемуся процессу вакцинации населения. Италия оштрафовала компанию Google на 100 миллионов евро. Антимонопольное ведомство признало корпорацию виновной в нарушении договора о функционировании Европейского Союза. Местная энергетическая компания выпустила приложение для поиска зарядных станций и электромобилей. Но Google отказывался разместить ее в интернет-магазине Google Play и на платформе Android Auto. Суд счел, что корпорация таким образом злоупотребляет доминирующим положением на рынке. Греция готова принимать туристов. Страна отменила большинство ограничений для въезжающих. Посетить ее могут все, кто прошел вакцинацию, в том числе российским препаратом «Спутник Ви». Либо же при себе нужно будет иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета. Иностранные граждане также больше не будут помещаться на двухнедельный карантин. Им разрешено передвигаться внутри страны. Такими уходящие семь дней увидели корреспонденты «Бобруйск-360» и я, Максим Кембель. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова